Я-то на самом деле до седьмого класса не пел, ну или там до пятого, так сидели, то есть даже вот у нас уроки музыкальной литературы и сольфеджио там были, то преподаватель просил меня, чтобы я хоть что-то спел, вот я рта не мог открыть. Почему? Не знаю, я очень стеснялся, очень, она говорит, да я же слышу, у тебя есть голос, ну запой, ну спой, вот что-то такое, мормотал и все, и пока меня не пробило, что, то есть видимо у меня там накипело внутри и как-то я увидел, что там какой-то певец просто рот открыл, запел, вокруг него сразу девочек столько, вот, а у меня была первая любовь несчастная, я понимал, что это за энергия такая. То есть я вдруг понял, что я сам себя как бы лишаю подобной энергии, то есть надо все включать в круг воздействия на объект своего воздыхания, и я стал пробовать, то есть я смелился и запел, там зачирикал. Кстати, я хотела реплику по поводу того, что мама учила вас быть героем в мелочах, это наверное она вас пыталась научить заправлять кровать, убирать игрушки, чистить зубы. Да, чистить зубы, мыть полы, посуду за собой там убирать, стал, чтобы после тебя природа не начинала ахать и охать, вот, на природе не нагадил, где-то закрыл, где-то, то есть настолько, то есть вот ты как вошел, так и вышел, вот, и пусть будет, вот, как это, водная гладь девственно чиста. Но успешно? Да, и тогда природа будет жить долго благодаря тебе, ну и твоя природа внутри. Вы сами служили, с тех пор в армии многое изменилось, появилась дедовщина, много травм, как вы думаете, почему? Человек вас интересует? Ну, значит так, да, во-первых, это неправильно, и почему создается такое впечатление? Была ли у вас дедовщина? Да, еще какая. Что с вами делали? Еще какая, да все делали, в туалетах отжимбались, никакие, это все эти рассказы веселые, там типа велосипед, ту-ту-ту-ту, с ветками вокруг дедушки, там с табуретками, это все детский лепет, на самом деле. Было все очень жестко, били, равняли кокарды на лбу, и это на самом деле, как бы, с одной стороны весело, с другой стороны, ну это, если тебе два раза выравнивается кокарда, это хорошо. А попадется, который раз загнул, выравнял, еще ему понравилось, он выравнял, те просто бьют в лоб, там, ударов 10. А как это выравнивать кокарды на лбу? Да, или в грудь пуговицу гнут, а? А как это выравнивать кокарды на лбу? Ну, сильно загнутая, загнуть кокарду в наше время, это позволялось только деду, вот, которого уже там распустили, и все, она выглядела вот, ну, так, выпукло. А обычно же, как бы, по уставу, вот, кокарда, она чуть-чуть края, ну, как бы, как сделана она, вот, вот ее форма, вот, а потом деды ее заворачивают, и она, наверное, это, у тебя шапочка кирпичом, вот, такая, это самая завернутая кокарда, ты орел, вот, и все. И поэтому иногда, как только в дедах набухало что-то, вот, им хотелось разрядки, все, начиналось там, ровнение кокард, сгибание пуговиц на груди, там, иногда просто, да, реально там выстраивали в шеренгу. Ну, это есть, это сейчас вот в ютубе, я не знаю, там, где можно найти все, что там связано с издевательствами, там, в определенной части, вот, выстраивали в ряды, там, отрабатывали удары каратэ, там, и все, ты терпел, там, ахал, охал, все, когда так вот, да, заводили, все это было, все это было на самом деле, а я служил 81-83 год. Так что, что там?